Это странное убийство произошло в ночь с 21 на 22 августа в этом доме по улице Школьная, села Грязнушка. Как рассказывают соседи, которые живут буквально через стенку, никто не слышал ни детского крика, ни плача. Только среди ночи раздался топ от детских ножек. По словам соседки Екатерины Самиляк, которая живет в другой части дома с 70-х годов прошлого века, об убийстве она узнала только на следующий день, когда пошла в магазин. Сегодня селяне даже ставят ей в вину, что вовремя не пришла на помощь. Женщина не оправдывается и рассказывает свою версию произошедшего. В 12 часов ночи топот был, ребятишечки. А я говорю, господи, да что такое, полуночь, а ребенок еще не спит. А потом тихо стало и все. Оттуда кажется, они уже его везли на скорую. А вы слышали, как скорая? Скорая не приходила. Они говорят, что позвонили, что они на машине повезли его, на встречу скорая там его встретили, забрали в Сергеевку. Александра Сливенко, которого сегодня подозревают в убийстве мальчика, Екатерина Ивановна знала с детства. Говорит, рос добрым, спокойным, очень любил детей. А вот его супруга Настя для селян так и осталась темной лошадкой. О ее прошлом практически ничего не известно. В Грязнушку переехала год назад из Паярково. В июле стала женой Александра. О том, что у приезжей девушки, которой исполнилось всего 18, уже есть сын. Жители села узнали случайно. Вот они шли вдвоем, вели ребеночка. Я, здрасте, здрасте, прошла мимо даже этот. Ну, когда лежал в гробику, светленькая головка у него. А так в лицо я его не видала. И ему три, и восемь. Маленького Сашу в селе встречали редко, да и вся семья в общество практически не выходила. Что произошло трагической ночью с 21 на 22 августа, точно никто не знает. У каждого в Грязнушке свои версии. Потом он его родителям сказал, извините, я все взял на себе. Так это дело. Как было на самом деле, могла бы рассказать мать подозреваемого. Но с журналистами она старается не общаться. В разговоре через москитную сетку Елена подтвердила, что не верит в то, что ее сын виновен. Добиться правды у невестки, которая сейчас живет в их доме, она тоже не может. Девушка, которая носит под сердцем их внука и своего второго ребенка, уже несколько дней не выходит на улицу и замкнулась в себя. Я с ней, с этими допросами не лезу, потому что это получится с моей стороны давление, потому что усидит мой сын. Между тем в следственном комитете прорабатывают все детали произошедшего. Версия о том, что обвиняемый сознательно взял всю вину на себя, чтобы скрыть другие факты преступления, также будет рассматриваться. Наша задача сейчас объективно разобраться в причинах гибели ребенка, чтобы лицо, причастное к смерти малолетнего, не ушло от наказания, собрать необходимую доказательственную базу. Сейчас, как вы знаете, обвиняемым по делу проходит отчим погибшего мальчика, мужчина 95-го года рождения. Он свою вину признал. Но те данные, которые имеются в распоряжении следствия, они нуждаются в проверке с другими доказательствами, собираемыми по делу. 30 августа исполнилось 9 дней со дня смерти маленького Саши Ефременко. Его могилка сразу на окраине сельского погоста. Похоронили мальчика рядом с прабабушкой, его потенциального убийцы. Взял ли отчим трехлетнего мальчика всю вину на себя? И кто же все-таки виноват в этой запутанной смерти ребенка? Точку в этом деле поставит в суд. Юрий Камышный, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение.